Диспансеризацию аэстезий проходят дважды в год. Анализы берут как у птенцов, так и у взрослых особей. Ветеринарный врач Маргарита Кочерга рассказывает, это необходимо для того, чтобы скорректировать рацион подопечных и выявить патологии, если они есть. Мы проводим исследование птиц на микробиологический и микологический статус, то есть определение, какие у них циркулируют бактерии и грибы, и есть ли они или их нет, соответствует ли это природному показателю. И берем у птиц, которые содержатся в вольерах, биохимический и клинический анализ крови, чтобы понять, здорова птица или нездорова, как у нее проходят обменные процессы, достаточно ли питания и хорошо ли оно сбалансировано. Дом Белого Аиста прежде всего реабилитационный центр, где помогают нелетным представителям вида. Постоянных пар здесь три – Марта и Марк, Фомка и Тимка, Руслана и Гоша. Последняя давала потомство несколько лет подряд, но в этом году пернатую пару постигло горе. Эмбрионы в отложенных яйцах погибли. По-хорошему пара насиживает по очереди яйцо. Если одна птица покидает гнездо для кормежки, то вторая садится на яички насиживать их. Но здесь еще очень большую роль влияет и фактор беспокойства играет. Почему? Потому что, допустим, Белый Аист достаточно синантропная птица. То есть они гнездятся в местах, где в близости проживает человек. Но они привыкают к определенным лицам, к определенным людям. Если вблизи гнездовья появляются раздражающие факторы, птицы могут оставить яйца на более долгое время. А еще этой весной погода выдалась прохладнее, чем обычно. И кладка Руслана и Гош ее не пережила. Однако пополнение в резиденции Аиста все-таки случилось. Потомство дала дикая пара. В районе территории Рязанского дома Белого Аиста находятся четыре искусственных гнезда. Из них одно заселено Леопольдом и Агатой. Леопольд наш выпускник. Агата, это уже мы ее назвали. Они уже третий год размножаются. У них было пять, четыре. И сегодня и в этом году тоже четыре птенца. Итого у них уже 13 птенцов в этом году уже будет выпущено. Сегодня орнитологи окольцевали птенцов. Ведь через пару недель родители будут учить их летать. Это нужно для того, чтобы отслеживать пути перелета в периоды миграции и опознавать птенцов прошлых выпусков дома Белого Аиста. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».